Воскресло из мертвых, так можно сказать про героиню одного из наших сюжетов. Напомню, Сымба Адбердалину, три года назад числившуюся в списке умерших, наконец признали живой, а доказать это оказалось непросто. Полгода женщина обращалась в самые разные инстанции, но помочь ей никто не мог. Наличие живого доказательства в виде гражданина ничего не значило без необходимых бумаг, подтверждающих факт того, что живой человек жив. О судьбе гражданина и человека в параллельном мире и его последствиях расскажет Аскар Газизов. А после о последнем пути жертв авиакатастрофы. Чтобы доказать, что она не умерла, Сымба Адбердалиной пришлось обращаться в суд. Того факта, что женщина жива и здорова, оказалось мало. Из-за путаницы с документами она до сих пор не может оформить пособие по уходу за своей полугодовалой дочерью и устроить старшего сына в школу. Я вот хожу без документов, и у меня ребенок тоже без документов. Вот скоро у меня сын в эту школу пойдет. Я не могу, вот у меня нет документов. Вот не можем оформлять сына на учебу. Сымба Адбердалину внесли в списки мертвых по ошибке. Три года назад у нее скончалась сестра по имени Кымбад. По версии женщины, при регистрации смерти и была допущена неточность. Муж Сымба Адбердалину не намерен оставлять все как есть и собирается пожаловаться на павлодарских чиновников и их руководству в столице. Я вот хочу в следующую неделю поехать в Астану прямо к министру, обратиться, жаловаться, почему здесь сотрудники, чиновники работают. Халат над этим своим работам. Я хочу, чтобы их всех чиновников, кто здесь виноват, пускай всех окажут. В областной прокуратуре, которая взяла на контроль это запутанное дело, сообщили, что суд уже признал Сымба Адбердалину живой. По данному факту, 24 июля 2014 года, согласно статье 185 Кодекса Республики Казахстан о браке и семье, решением Павлодарского городского суда актовая запись о смерти Адбердалина Кымбад аннулирована. На одной ошибке это дело не закончилось. Сымба Адбердалина до сих пор не получила на руки оригинал решения суда. Без которого невозможно оформить все необходимые документы. Оказалось, что его отправили почтой не по тому адресу. Недоработку обещали исправить. Однако женщине снова придется подождать. Аскар Газизов, Рустам Сырымов, Павлодарское бюро Первого канала Казахстана.